Как вы видите, мы едем сейчас загруженной абсолютно в куче всяких вещей, потому что мы едем на кемпинг, и сейчас мы уже в Австрии, но на кемпинг мы едем в Италию, на север Италии. Мы сейчас остановились тут на каком-то парковочном месте рядом с небольшим рестораном. Я не знаю, это отель тоже или нет, но это, в общем, парковка, тут можно кофе попить и покушать, но сегодня здесь выходной, мы решили хоть где-то остановиться, и мы едем вообще в горы, сейчас через Австрию, проехали сейчас через город Киттпи, едем дальше в Италию. И вот здесь очень часто бывает, там, где на лыжах ездят, вот такие карты огромные прям просто где-то стоят в каком-то пригороде или на дороге, где написаны вот эти точки маршрутов, как можно там ходить куда-то в горы. И вот так типично выглядят всякие домики, где можно остановиться, то есть это обычно с таким огромным количеством цветов и всякое такое. Вот так вот очень красиво этот всё выглядит. Мы сейчас будем искать место, где мы можем покушать. Сейчас мы были на обеде в такой небольшом ресторанчике, который здесь в этих маленьких деревнях находится по дороге. Можно уже видеть разницу Мюнхена и Баварии с Австрией тем, что когда ты заказываешь кофе, тебе приносят стакан воды и типа такое типичное что-то для Австрии. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Знаете, что тут написано? Тут написано, тут начинается миска салата моей коровы, а не туалет вашей собаки. Это типа место здесь, где машины останавливаются. Мы наконец-то доехали. В кемпинге это было очень тяжело, потому что там у нас были некоторые проблемы. Тут в нашем кемпинге есть показатель погоды. Короче, хвост у коровы написано. Если хвост сухой, то погода хорошая. Если хвост мокрый, то идет дождь. Если хвост липается, то сейчас ветер. Если хвост белый, то сейчас снег. Если хвост замерзший, то сейчас холодно. Мы поставили павильон. Павильон 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 Вот как вы видите, вот так дома все украшают. И вот эта дамочка только что воду с цветов прям так на улицу выливала. Мы сейчас в пиццерии. Я вот пью кофе, потому что мы уже поели пиццу, которая сделана. Она, как это, Steinofen, каменная печка. И мне делается пицца. Это, можно сказать, одна из самых крутых видов пицц, которые можно только есть. Такую пиццу можно есть тоже в Мюнхене. В Германии вообще много очень ресторанов итальянских, где именно итальянцы делают эти пиццы. И тут радио работает. Оно очень громкое. Пока у них играла какая-то музыка, я ничего не могла рассказать. В общем, если вы будете в Италии, обязательно попробуйте Steinofenpizza, которая вот сделана в такой духовке. Мы сидим в центре вот этого городка Antolz. И здесь вот церковь, короче. Собор такой небольшой. Вчера у нас накрыла гроза такая конкретная, с градом вот таким вот. И наш павильон, который мы ставили, просто его... В тот момент мы были как бы, ну, когда было много молнии, много молнии. В общем, это было очень красиво. Сначала почти даже дождя не было. Мы посмотрели по прогнозу погоды в интернете, что, блин, музыка начинается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это было очень странно сейчас вот в Италии здесь, в горах такой автобус. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Собрались фотографии с пингвином делать Фили пошел мочить ему волосы Как будто он купался в водопаде Сейчас мы на водопаде, который называется Кламба Сейчас мы были на водопаде И по таким табличкам обычно нужно смотреть, сколько времени осталось, чтобы дойти куда-то И номера вот этих путей И вот таким вот цветом обычно будет тогда обозначена эта дорога Где-то на деревьях, на заборе, еще где-то краской И куда мы пойдем дальше, я думаю, мы пойдем вот сюда Нет Мы сюда пойдем Это маленький такой домик в горах, где часто еще ресторан есть Если у них есть там короба где-то на лугах этих корнях То можно попить молока или пряженки вот прям свежие вот на вот этой вершине Мухи тут всякие летают Легкие дороги выглядят вот так Это просто дорога Широкая, что можно даже на машине проехать И идешь вот так вот в присядку В принципе дорога ровная Идем, берем Мы сейчас К водопаду шли 55 минут Еще 25 Вдем В домик, в горном Мы сейчас пришли вот в этот домик И он настолько высоко находится в горах Что тут нет уже электричества у них Поэтому карты платить нельзя Мы заказали какой-то такой типа хлеб или выпечку Которая называется полента И жареные сосиски И к ним еще бредсели нам принесут И вот у нас бокалы, на которых написано Росенхайм Так что сильно далеко от Баварии мы не уехали Ну, здесь очень красиво Сейчас покажу, как здесь красиво Субтитры сделал DimaTorzok Я запаковала волосы в такую штуку Что мне уши ветром не надуло И посмотрите, какой у нас тут вид Мы поднимаемся сейчас на гору Не на самый верх, конечно, но Довольно-таки рядом Можно набирать водичку прямо в горах Специальные станции очень часто есть Она очень холодная Ну, как вам такое? Куча камней, которые просто с самого верха горы тут насыпались И сейчас мы должны пройти по всем этим камням Там была дорога И теперь нам надо пройти по всем этим камням вот здесь Они, кстати, очень теплые Воздух очень свежий И хорошо иметь горные ботинки Потому что они не скользят по таким камням И хорошо, что сейчас дождя не было Был дождь вчера Потому что тогда все камни были скользкие Было бы опасно Мы идем уже с горы вниз И пока мы тут идем Дорога уже простая Я буду вам рассказывать Что было дальше Было так, что мы посмотрели прогноз погоды Что вся вот эта буря Этот циклон, который идет С озера Гадази До Мюнхена аж Он весь идет как бы По верхушкам вот этих горнов Вот где я сейчас нахожусь И откуда мы спускаемся Циклон пройдет вот так вот краешком Нас зацепая И ничего типа не будет Может быть немного там у нас тоже будет такое Но конкретно нас так циклон зацепил Мы сидели на улице под павильоном Мы уже все вещи спрятали Которые у нас были Стоит человек наслаждаться видом Сейчас тоже туда подойдем Все там какие-то вещи Которые у нас где-то были под павильоном Мы попрятали уже в палатку и машину У нас оставалось стулья Видимо на которых мы сидели Под этим павильоном И все И мы смотрели Такие красивые молнии Прям вот каждую минуту Каждые 30 секунд Были вот эти молнии классные Очень красивые И так именно на вершине горы И вот так прям засвечивало Абсолютно все Что вот в темноте ночью Было видно верхушку горы полностью И небо такое все было просто белое Не было у нас ни дождя Вот это только гроза Вот там где-то в горах была Но потом как-то так быстро Вот это все началось Что такой ветер сильный задул И начался ливень В одну секунду Павильон наш Вот так вот его подняло Ветром И мы еле успели вот эти ножки Четыре павильона схватить Потому что его просто тупо вырвало Можно сказать Из земли И он чуть ли не улетел Куда-то вообще очень далеко Это было очень-очень странно Я не знала вообще Как реагировать Но это очень странная была ситуация Начался потом Град вроде такой мелкий Мы попытались Как-то этот павильон Уложить на землю Как-то Чтобы его взять И между машиной Допустим И стеной Где-то оставить Возле которой машина была Пробаркована Чтобы он хотя бы не улетел И не начал крошить все машины И примятины там оставлять И мы попытались Том быстро стулья Закинуть Куда-то Стулья даже мы оставили Вообще У меня был на руках планшет Я схватила планшет Там покрывало Которое у меня было На коленях Мы после того Павильон Положили куда-то в сторону Начался очень сильный град Вот этот Такой огромный Что прям больно бил Мы еле залетели в палатку И были абсолютно все вещи мокрые А мы еще сидели вот под павильоном И рассуждали Почему никого нет на улице Типа Все такое пропускают Ну конечно Потому что все умные Попрятались А мы сидели и смотрели Как красиво И выкладывали сторис В инстаграм Если вы видите грозы молнии То идите прячьтесь куда-то В лучшем случае Тогда думать Если это Очень рядом с вами То думать Как бы такое место найти Почитать в интернете Как это лучше делать Не под деревом Где-то изолироваться Мой молодой человек сказал Типа Если ты где-то Сидишь Стоишь То надо Короче Ноги так вместе Поставить Чтоб не было Большого сильного Между ногами Как-то расстояния Если ударит в землю Типа гроза Вот эта Молния То ток Чтобы проходил Очень быстро Сквозь ваше тело Это вообще Как-то Что-то Очень странное И Чтоб Типа Долго он не шел Потому что Можете умереть Ну мы уже естественно Тут 5 часов Ходим по горам Уже так Немного устала Я только купила себе Вот эти свои Ботинки Горные Первый раз Настоящие Ботинки За 100 евро Зато без них Здесь было просто Вообще Нереально Идти Что-то Делать Это Глубо Очень тяжело Если это не Противозаконно Я вам расскажу Как тут Все красиво Меркает Мерцает Привет Привет Новости Полей У меня такая Холодная О Посмотрите Какая она Прозрачная Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует